Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки Шатра Авраама. И мы продолжаем наш цикл лекций «Иудаизм и христианство. Развитие отношений». Это сегодня уже у нас третий урок по этому поводу. Хочу напомнить, буду каждый раз напоминать, потому что нас смотрят люди в Ютубе, в других соцсетях, так что этот цикл лекций нацелен только на то, чтобы добавить след, чтобы люди объединились вокруг одной веры во Всевышнего, потому что есть определенные законы, которые Всевышний дал через Афсинайское откровение, то, что называется Тора, дал для всех народов, и когда люди поймут эти законы, то они объединятся, потому что много сегодня разных религий, которые в свою очередь они разъединяют людей. И вот мне перед уроком задали вопрос как раз по поводу христианства, вот откуда мы на прошлом уроке говорили корни, откуда взялось понимание иудаизм, это же люди так назвали эту идею, так же само люди назвали идею христианства. В чем различие, поэтому во втором уроке мы об этом говорили, кто хочет, они смогут это посмотреть и глубже немножко понять. Но откуда взялись вот эти динаминации, например, вначале была Вселенская Церковь, потом она разделилась, появилась еще и православная, стали католики, православные. Весь этот период начался с 325 года уже нашей эры, потому что именно в Никее были прописаны доктрины, которые впоследствии, ну, они властвовали на определенной части суши, можно так сказать. Вот, и потом через 1800 лет примерно, ну, те же самые христиане выразили протест против большинства доктрин. Да, и появилось движение, которое называется протестантское. Вот, и уже в протестантском движении тоже появились различные, то, что называется, динаминации, да, там, есть баптисты, есть адвентисты, есть пятидесятники, есть харизматы, ну, всевозможные разные течения. Да, и как, ну, то, что мы видим, написано в пророках, то, что писали пророки, то, с чем не спорил, а наоборот утверждал сам Иисус, вот, что пророки, однозначно, все, что говорили пророки, это будет. И там написано, в пророках сказано, что все люди примирятся вокруг единого Бога и будут служить Ему все вместе, и тогда этот мир изменится. Да, поэтому мы вот в это верим, вот. И получается, что происходит? Ну, протестанты, они уже отказались от многих доктрин, да. И есть такое понимание, знаете, ведь Тора же дана была на иврите, написано все было на иврите. Но когда это перевели на греческий язык, да, то, конечно, множество чего-то было утеряно. А знаете, как истина? Одна истина чуть-чуть поменял, следующий, как снежный ком. Еще что-то, еще что-то, еще что-то, это как корабль, да. Когда чуть-чуть прицел, чуть-чуть сбил прицел, то смотришь, через 10 часов ты уже совершенно плывешь в другом направлении. Есть одна история, ну, это такая притча, давно ее услышал, она мне немножко напоминает то, о чем мы говорили. Что, ну, в древности, когда еще не было никаких, ни автомобилей, ничего, люди пешком ходили. Да, и были такие селения разные. И было одно селение, такое маленькое, ну, как деревня по-нашему, да. И люди нашли дорогу в районный центр, и надо было идти там сколько-то дней. Первые люди прошли, сказали, что вот там есть большое селение, туда надо было пешком ходить там 5 дней, допустим, да. И это очень редко, это же далекий тяжелый путь, через тропку. Они проложили один раз тропку, проложили вторую раз тропку, проложили третью раз тропку. И так многие сотен лет, когда-то сильные люди ходили по этой тропке там для чего-то, вот у них была тропа. Но однажды произошло какое-то событие. Один пьяный мужик напился, и не по тропке, а пошел через лес там пробираться через ветки, сколько-то он кружил, он не очень понимал, куда он идет. Но через 3 часа он оказался в том городе, в который ходили вот так вот многие сотни лет, ходили по тропке, по накатанной, по проложенной. Отцы так ходили, деды так ходили, сыновья так ходили, внуки так ходили, много поколений. Они ходили по проложенной тропке. А потом какой-то пьяный мужик за 3 часа, и он там проложил следы. Да, и потом он по своим следам вернулся обратно, приходит и говорит людям, слушайте, до этого селения мы все там сколько-то сотни лет ходили за 5 дней, делали это очень редко. Вот есть новую тропку, можно проложить, это 3 часа. Оказывается, они ходили вот так вот по лесу, да, а он нашел какой-то быстрый пункт. Вот, поэтому примерно так сказано, что будет последствия с религиями. Сказано, что дети скажут, что чету и суету мы унаследовали от предыдущих поколений. Что значит, чета и суета? Суета это когда ты много времени тратишь, а выход к АПД нету, да. То же самое чета, вроде бы вино, но 80% вода, да. Вот, примерно вот это вот. Вот, поэтому, как бы мы разобрали с вами несколько таких основополагающих разделений. Два. Да и посмотрим, как этот снежный ком накатывался, будем потихонечку понимать истину, для нас полезно. Вот, мы разобрали, что в чем разница, что в иудаизме не принимают Иисуса как Бога. Почему? Потому что это самая основополагающая идея веры, что Бог не может быть человеком. Человек не Бог. И даже в пророках, ну, Всевышний говорил, Бог не человек. Да? Вот. Поэтому эту идею, конечно, иудаизм не принимает. И следующий момент, мы разобрали тоже, почему понадобилось сделать из человека Бога. Потому что есть вот эта доктрина, что он умер за грехи всего человечества, а человек это сделать не может. Поэтому родилась такая идея, что сам Бог пришел в теле и умер за наши грехи, да? И так далее. Вот. И сегодня мы пойдем дальше и разберемся, откуда взялась вот эта идея, что кто-то должен умереть за человеческие грехи. Да? Ну, то есть из одной идеи вытекает другая, из другой идеи вытекает третья. Вот. То надо понять, откуда это взялось. Вот. И мы знаем, что вот в писаниях, которые, ну, называется Библия, да? Байбл это книги, перевод, то есть собрание сочинений. Да? Собрание сочинений. Вот. И там был такой человек по имени, его назвали потом Павел, он был Шауль еврейское имя, но его переименовали в Павла. Вот. И он написал большое количество там посланий всевозможных. Вот. Поэтому больше христианство, как бы, опирается на послание Павла, чем на то, что говорил сам Иисус. Вот. И там есть такое выражение, что все согрешили и лишены славы Божьей. Да? Вот такое выражение. Отсюда берется очень глубокая такая идея и доктрина, которая называется, она в теологии так и называется, первородный грех. То есть в чем это заключается? Потому что Адам согрешил, а в нем были души всего остального человечества. Ведь людей же еще не было. Адам был первый человек, созданный самим Всевышним из праха земного. То, что написано в первой книге Торы. Вот. И так как он согрешил, то все остальные люди, они уже греховны по своей природе. И они не могут не грешить. И поэтому надо было вот эта всякая такая комбинация. Вот Всевышний так именно придумал. Что он сам придет в тело человека и сам пострадает за эти грехи, чтобы человек стал, как бы, мог быть освобожденным от греха. Ну, я сразу хочу от вас спросить. Вы видели, когда, вы встречали когда-нибудь на своем пути, ну, человека, который христианин, чтобы он вообще был идеальный, безгрешный. Да? Ну, я тоже не встречал. Я тоже не встречал. Поэтому здесь как-то речь идет о потенциальной возможности для человека. Вот. Теперь давайте немножко разберемся. Ну, мы же не будем говорить, ну, то, что нету. Мы будем исследовать Писание, да? И это не какое-то мое авторитарное мнение или мнение иудеизма. Я сейчас не это выражаю. Я предлагаю, чтобы мы вместе с вами порассуждали. И каждый задумается, ну, насколько эта позиция, она верна, эта доктрина, она правильная. Вот. Поэтому сегодня мы поговорим о идее, вот это первородный грех. Существует ли такое понятие или нет? Да? И что отсюда еще вытекает? Следующая будет идея у нас, да? Что так как люди все согрешили, то без вот этого всего происходящего, о чем мы говорили, нет спасения. То есть человек не может после того, как он пройдет жизнь, ну, здесь в материальном мире, и то, что мы называем умрет, да, то он не попадет в рай. Почему? Он же греховный. Греховных в рай не берут. Поэтому что из этого вытекает? Из этого вытекает, что есть единственная религия, которая правильная. А все остальные неправильные. Потому что там же не было жертвы за грех, да, поэтому люди не очищены, поэтому все остальные люди, они когда умирают, они в рай не попадают. То получается, что монополия на религию. Я помню, знаете, когда у нас вот здесь был закрытый город, Днепр, да, ну и страна была закрытая. Кто-то еще помнит это время, да, но когда началась перестройка, был такой анекдот. Спрашивают, Мойша, говорит, теперь есть любая работа, ты можешь выбрать себе профессию. Он говорит, а можно я возьму в аренду метр границы? Говорит, а что тебе метр границы? Ну, чтобы чемодан пролазил. Первый налоговый инспектор, это Мойша, говорит, чтобы чемодан пролазил, я буду зарабатывать на этом участке. Вот. И так же тут получается, есть одна религия, берутся какие-то слова там, которые написаны, Я есть дверь, и вход к Отцу только через меня, да. И имеется в виду, что вот, если ты не становишься христианином, не веришь вот в эту жертву, не веришь, что человек является Богом, что он умер за твои рехи, да, то ты в эту дверь как бы не попадаешь. Извините, все остальные 50% мусульман, все в ад, все там другие хорошие люди, все тоже в ад. И даже те, которые жили до Иисуса, праведные люди, Авраам, Ицхак, Маше, Давид, которые являются предком того же Иисуса, тоже они все туда не попадают, без вот этой вот идеи, которую мы говорим, да. Ну, я не знаю, здесь есть люди, которые вообще об этом ничего не слышали, есть, которые уже знают, о чем идет речь, так же. Мы просто констатируем факты, так как это на самом деле трактуется, так как это говорится, вот. Поэтому посмотрим, есть ли вот эта идея первородного греха, вот. То и поставим мы просто, ну, несколько вопросов, да. Что вот если зависимость греховности пришла в результате грехопадения Адама, как утверждается, да, Адам согрешил, поэтому у всех его потомков появилась склонность ко греху. То вопрос первый такой, а откуда была склонность ко греху у самого Адама? Ведь он же первый согрешил. И он, и его жена, идеальные люди, сделанные, как можно так сказать, ну, не буду говорить руками, сделанные самим Всевышним. Правильно же? Но у него уже была склонность к греху, ведь он же первый тоже почему-то согрешил. Хотя мы конкретно читали, Всевышний сказал ему, вот этого нельзя, плод с этого дерева не кушать. Сказал? Сказал. Почему? Откуда у него уже была склонность ко греху? От жены. От жены? От жены. А у жены от кого? Да? У первого человека, ладно, другие уже, потомки, их получили генетику нарушенную, можно так сказать. Но у него откуда склонность ко греху? То есть нам сейчас выяснить идею, в чем надо. Есть ли такое понятие? Ну, зачем вот это все надо было такую схему придумать? Жертва за грех и так далее. Да? Вот. То надо понять, откуда влечение было у него. Вот. А ответ будет такой, что он может кого-то удивить, но сейчас мы разберемся на эту тему, что влечение нарушает запреты Всевышнего. Они заложены самим Всевышним в природу человека. Интересный момент? Интересный. Сейчас мы немножко вокруг этого обсудим. Вот. Надо понять, что ответ здесь кроется в понимании человека. Потому что когда мы говорим человек, ну, я человек и все, да? Но только это так мы о себе думаем, пока мы не задумаемся, что, а вот я умру, что дальше? Да? Или вот как мы и на кладбище бываем. А что дальше? Оказывается, когда мы подходим в эту точку размышления, мы понимаем, что человек делится на две части. Да? И мы это часто видели. Когда человек здесь дожил, его тихонечко ложат, и он превращается в тот же прах, откуда он вышел. А душа его поднимается к Всевышнему. Так же? Оттуда, откуда она пришла. Ведь Всевышний вдохнул дыхание жизни в человека, да? То душа возвращается к Всевышнему, а тело ложится в прах земной. И быстренько-то, в течение какого-то времени, в это же и превращается. То если мы говорим о человеке, мы говорим как о двух душах самостоятельная, и которая живет в теле. И на этот период времени, который называется жизнь, здесь в материальном мире, да? Это называется один человек. И поэтому у каждого человека есть противоречие. Почему? Потому что разная природа. Душа это одна природа, тело это другая природа. Вот. И интересный момент. Вот есть такой пример в Торе. Вот мы как раз недавно учили, как умерла Сара, жена Авраама. Да? И на иврите там же есть интересные моменты, которые на русском языке, они незаметны. И там есть такие слова. Авраам пришел оплакать Сару. И вот это слово, вот в слове оплакать, одна буква меньше остальных. То есть есть, вот например, смотрите, вот здесь вот все буквы одинаковые. А представьте, одна буква взята и маленькая. Вот вы бы когда читали, вы бы удивились. Первый вопрос, вы бы сказали, а почему все буквы одинаковые, а одна маленькая? Да? И уже еврейские люди, которые читают Тору, иногда все одинаковые, а одна чуть побольше бывает. То здесь как раз заложен урок. Ну, таково написание Торы. И поэтому, когда написано Авраам пришел оплакать, и одна буква меньше, идея заключается как бы наполовину оплакать. Пришел наполовину оплакать. Почему? Он пришел оплакать тело, ну и нехватку, теперь ему без нее, ну, доживать как бы, да? Тело, оно таки, да, ушло. Но почему наполовину? Потому что вечная душа и жизнь называется Хаей Сара, помните, жизнь Сары. И мы говорили, что праведник, он, ну, уходит только его тело, а душа его поднимается к Всевышнему, и фактически праведник еще сделать может больше, даже чем в теле. Потому что его заслуга начинает работать в его потомстве, в его делах, и нет ограничения. Потому что в теле есть ограничения, а когда человек выходит из тела, уже нет ограничения. То как бы наполовину оплакать? Да, поэтому мы можем увидеть, что в разных традициях есть, кто просто радуется на похоронах, да? Радуется, или это сказано, что надо оплатить, надо выразить скорбь, все. Но в душе человек понимает, и пророки так говорили. Вот пророки писали, в Танахе написано, что когда человек забирается от этой жизни, мы не можем взять этого к своему сердцу, что человек забирается от зла. Почему? Он возвращается домой, потому что сюда душа приходит, в этот мир, она приходит здесь куча испытаний, куча ограничений, болезни какие-то, неприятности, войны, обиды, тревоги. Здесь все это есть в материальном мире. И когда она отсюда забирается, то в принципе понять это можно. Почему оплакать? Потому что тебе-то человека не хватает. Но реально человек ушел, и в этом материальном мире. Получается такое двойственное состояние. И теперь мы давайте поговорим, рассмотрим и идею тела, и идею души. Что мы знаем про тело? Наши мудрецы, они описывают этот процесс, который тоже. Что значит из праха? Кто видел пепел, например? Ну, прах. Ты же из праха ничего не сделаешь? Не сделаешь. Так как из муки ты не сделаешь булочку. Правильно? Мы булочку кушаем, булочка из чего? Вот, из муки первого сорта. Ну, минуточку, давайте глубже. Там же не только мука, там и вода есть, там и соль есть, да? Ваниль есть. И тогда получается булочка. Мы говорим, что она из теста. Так же и человек, он не просто сделан из праха. Там есть четыре элемента. В человеке есть четыре элемента. Там есть земля. Там есть вода. Там есть воздух. И там есть огонь. Вот бывает у кого-то температура? При определенных условиях. Да? Есть огонь. На небе есть огонь. Мы его не видим. Но молнии же видели, как с неба огонь приходит. Даже дерево может загореться. Там тоже есть огонь. Там тоже есть вода. Там есть тоже воздух. Все из этого созданы. Так же человек создан. Поэтому тело человека создано из этого. Поэтому когда душа выходит на выдохе, он фу, и выдохнул. И даже врачи констатируют, что на сколько-то грамм человек становится легче. Да? Так и в человеческом теле все это есть. И мудрецы объясняют, что все вот эти природные явления, они имеют природные, как бы, склонности. Это все то, что есть в плоти человека. Поэтому то, что пишет Альтер Эббер в своих книгах, в принципе, это уже многие знают. Я слышал, буддисты тоже эту понимают идею. Но люди, которые занимаются духовными практиками, они эту идею, для них это не новый фактор. Что есть склонность, природная склонность к то, что мы называем греховность. К нарушению, скажем, тех поведенческих характеристик, которые Всевышний людям дал. Например, не прелюбодействуй. Ну, хорошо, это закон, да, но многим хочется прелюбодействовать. Правильно же? Почему? Ну, плоти их-то тянет, вот пойдут куда-нибудь, там вот есть стриптиз-бары, например, ну, специально разгорячают себя, фильмы всевозможные придумывают сегодня, такие, чтобы возбудить вот это вот же похотливое желание. И кто мозгами отключен, ну, от какого-то, от святости, да, они в это идут с удовольствием и дальше, там дальше, они разгорячают себя, пошел сюда. Другой, так же самое, там, силу свою, третий, жадность свою. И так, люди идут за этими наклонностями и позволяют им, ну, поработить свою душу в конечном итоге. Почему же? Это природные наклонности, природные от сотворения, от сотворения человека. Вот. И Альтеребе в своей книге, он даже объясняет, как это работает, можно протестировать себя. Я не знаю, я про себя вот так подумал, точно так оно и есть. Вот когда, что такое земля, да, когда мы говорим земля, ну, земля все похоронит. И Альтеребе объясняет, это какие качества? Это лень и это грусть. Лень, грусть, депрессия и так далее. Это страшные качества, которые, они приходят в результате какого-то нарушения, но они страшнее, чем само нарушение, потому что сказано, что лень разрушает кости и так далее. Депрессия, депрессия и грусть, да, разрушает кости. То есть это влияет, вот настроение, оно влияет на все тело, на все поведение. Страшные качества. Откуда они? От природы земли Если человек Это с отрицательным значком Если сделать это с положительным значком То земля это символ хозяйственности Символ ответственности Земля, поле, урожай Дом, все на земле Богатство То есть человек И то и другое Но как он вот это свое природное влечение Как он его реализует Вот это влияние земли Это выбор человека Или он пойдет в эту сторону Или он пойдет в эту сторону Так же самое, например, вода Что такое вода? Это запретные наслаждения Откуда у людей страсть? К наркотикам, к алкоголю К сексу, к излишествам Запретные наслаждения То, что нравится людям У них есть тяга к этому Склонность к этому Ну если это правильный качество Вода, она что дает? Она дает вдохновение Она дает свежесть Общаясь с людьми Можно понять, чем ты от него можешь заразиться Вот если понимать все вот эти четыре качества Да что такое воздух? Это суета и сплетни Это суета человек проводит Ему дано двадцать четыре часа в сутки Из них он Ну Двадцать четыре часа девает никуда Но если вычеркнуть сон Сон идет на пользу Остальное все Много времени, но ни о чем Как человек прожил? Да никак Знаете вы, да не знаю Пользу кому-то принес? Да не принес Что жил, что не жил Суета, сплетни То же самое Пустословие Сплетни Вот это вот Это воздух Ветер Гоняет ветер Вот Если это положительное явление Это стремление к цели Это целеустремленность Да ветер в паруса дует И многие вещи происходят Целеустремленный человек Сам к чему-то стремится Других в это так же самое Да? Помогает Что такое огонь? Это гнев и ссоры Ярость, гнев, ссоры Очень актуальная такая идея Правильно же? Вот Если это положительная идея То это зажечь кого-то Поднять кого-то Вдохновить Ну Есть Огонь Показать дорогу Показать свет То есть Как человек использует Эти качества могут быть С отрицательным значком Могут быть с положительным значком Когда они с отрицательным значком Это природное влечение Это было у самого Адама Это не первородный грех А это запланированное Богом Такое природное явление Для чего? Чтобы у человека был выбор Помните то, что мы говорили на прошлом уроке Да? Что когда эмбрион еще появляется у человека Вот я записал это выражение Это Альтерей бы пишет В период эмбрионального роста Особому ангелу поручается Придать эмбриону Черты соответствующие Его будущему предназначению Вот если мы послушаем То, о чем мы говорили Да? Есть человек целеустремленный Есть вдохновляющий Есть хозяйственный Да? Придается эмбриону уже Вы видите люди разные Кто-то поэт Кто-то такой Натура вся воздушная А кто-то очень даже такой практичный Так эмбриону предается Это не значит, что тот хуже того Тот был у того одно предназначение У того другого предназначения Тот будет счастливый Если свое найдет Тот будет счастливый Если свое найдет Если они поменяются Будут оба несчастными Так часто бывает Потому что люди Ищут не свое предназначение А хотят прожить чужую жизнь Ага, тот богатый На той работе И я пойду на ту работу А у тебя совсем другие качества В тебя Богом заложено И вместо того, чтобы найти себя Человек копирует чью-то жизнь И очень несчастлив даже Да? Вот И дальше сказано Что однако Не предаются Свойства Которые бы соответствовали Натуре Праведной или греховной То есть от человека зависит Как он эти свои Ну Наклонности Природные Использует Это зависит От человека И в этом есть Весь прикол В этом и есть Свобода выбора Это вот самое Любимое занятие Всевышнего Когда человек Делает правильный выбор Когда он Свои наклонности Которые Бог ему дал Реализует Это хорошо Но это понятно Но когда человек Вот становится И делает Вот выбор В сторону Плюса А не в сторону Минуса Вот это удовольствие Всевышнего Поэтому действительно Всевышнему Очень нравится Идея покаяния Когда человек Что-то размышляет Взвешивает Своё прошлое Что-то Начинает задумываться Поднимает глаза На высоту небес Говорит Господи Я понял Что Ну без тебя Никак Я хочу что-то Исправить Помоги мне Вот это вот Это точка Когда Всевышний Очень радуется Это его Любимое время Когда человек Делает Вот такое вот Раскаяние Перед ним И хочет поменять И изменить Свой путь Вот Но это Замысел Всевышнего Теперь поговорим О душе Что мы знаем О душе Написано Что Всевышний Всевышний Вдохнул Душу В тело Да И получился Человек Ну был То что мы Сказали Всевышний Вдохнул Душу И получился Человек С мыслями С чувствами С речью И с телом Так же Все вот эти Качества Человек Говорящий Получился Так как мы Вот себя Видим В зеркало Допустим Вот И что мы Знаем о душе Вот В еврейском Молитвеннике Есть такая молитва Каждый день Ну еврей Который молится По этому молитвеннику Он говорит Такие слова Бог мой Душа Дарованная Тобой Смотрите Дарованная Тобой Потому что Он же ее Вдохнул Она Чиста Чиста В ней Нет никаких Греховных Ну Заложенностей Да Она чистая Ты сотворил Ты сформировал И ты вдохнул Ее в меня То есть смотрите Поэтапно Он подарил Нам ее Чистую Он ее Сотворил Он ее Сформировал Это то что мы Говорили Эмбриону Предается Закладываются Какие то Будущие Предрасположенности Которые Проявляются В ходе жизни Человека Раскрываются Вдруг он Обнаруживает В себе Какие то Таланты Вдруг Кто то поет А вдруг Кто то математиком Становится Кто то Становится Спортсменом Кто то Становится Судьей Абсолютно Разные Наклонности Потому что Он ее Сформировал А потом Он ее Вдохнул В нас И дальше Сказано в молитве И поныне В будущем Становится Становится Наклонность Наклонность человеку не хочется грешить когда он уже не может вот он уже не может все вот ему тогда уже и не хочется а до этого всегда есть борьба и нам даны пути как эту борьбу победить как чтобы ты победил сам свои дурные наклонности и в этом есть большая человеческая задача и тогда приходит благословение он у нас как-то будет глава там дальше и всевышний говорит народу и вот я тебе предлагаю благословение или проклятие выбери жизнь выбери благословение то есть и вышли выбор за тобой я тебе уже все дал я тебя сотворил я тебе дал тору я тебе все открыл выбор теперь за тобой человек выбери жизнь простой пример выбери вот есть розетка туда два пальца не надо всунуть потому что тут уже речь не о милости ничего там заряжена так заложено что там тебя шарах не 220 поэтому просто туда не лезь так и он говорит вот это это не делай а я хочу мне прям так хочется ну тогда залезть два пальца сон будешь потом долгие годы ну да ну то есть тут уже идет такой был отдал до греха мы сейчас говорим до греха такой такие все люди такие все люди другое дело что как в прошлый раз мы рассматривали да есть генетика да есть воспитание но все равно есть свобода выбора все равно есть свобода выбора вот и это же есть у людей любой религии любой национальности правильно же вот например что мы видим вот есть люди которые сам всевышний говорит это мой друг например он говорит так о царе давиде но мы можем сказать что давид был идеальный ну то есть абсолютно безгрешный нет и никого нет таких истории вообще таких в торе нет вот мы видим что давид совершал ошибки что давид был наказан за свои ошибки если изучить там его и от детей своих он настрадался и ребенок у него умер много было проблем но это жизнь да и мы видим как он раскаивался за свои ошибки и всевышний говорил это друг мой до человек по сердцу моему про давида говорил вот и вот тот же это рыба он описывает интересные такие моменты как человек может но над собой работать уровни такие да говорит есть грешник есть человек праведник называется есть человек средний который все время борется мы сегодня об этом не будем то есть есть то что называется духовное развитие то есть человек чего-то начинает а потом он в этом двигается дальше человек может дисциплинировать себя улучшить себя раскрыть все свои качества которые его там были сформированы богом вот это и есть жизнь мы можем взять проанализировать жизнь любого человека как он начал вот авраам например да и как он умер и все что он прошел вот этот путь вот по вот этой вот вот схеме по которой мы рассказываем вот и теперь ну давайте какой-то вывод подведем например да как какие методы есть чтобы вот усилить свою внутреннюю душу до чтобы она все-таки взяла контроль и власть над вот этим вот телом да и мудрецы объясняют нам что связь всевышним да через что она осуществляется первый человек адам написано что он прохаживался в прохладе дня и он имел диалог всевышним что такое диалог всевышним сегодня диалог диа обоюдо сторонняя связь у нас с вами есть возможность молиться богу да и нам это открыто у нас есть возможность изучать его желание и его волю и вот заповеди его законы то что он нам дал то что называется откровение данное нам через тору на горе синае то есть он открыл нам какие-то сверх существующие корни явлений да для того чтобы мы это изучали чтобы мы это внедряли чтобы мы знали и имели силу это делать поэтому когда человек имеет вот эту духовную связь с богом через молитву через изучение торы я сегодня своего сына утречком отвез в школу потому что еврейская школа ешива она работает и воскресенье и водитель удивлялся и спрашивает что у вас и воскресенье школа мне ему пришлось рассказать по схеме по еврейской шесть дней шаббат вчера суббота был выходной а сегодня да он учится в школе у него сегодня ну как бы как рабочий день вот я ему когда начал рассказывать что каждая каждый урок начинается с молитвы он летут это класс вот если у нас так было а я его понимаю да так я именно поэтому в эту школу я дал мне важно чтобы урок ребенка начинался не с булик учительницы а именно с молитвы богу и ребят я ему говорю ты можешь опоздать на что угодно на молитву нет на молитву ты должен всегда приходить море молитва это самое важное чего ты должен начать учебный день почему потому что это так оно и есть это так оно и есть потому что молитва это связь с богом это очень важное явление вот ну теперь немножко вот связь всевышний мы говорим да и тоже вот эта же идея мы и сегодня не будем рассматривать что ну множественная идея боге мы это рассмотрим немножко в другое время вот я просто знаю что люди это ну задаю часто этот вопрос и мне тоже или почему всевышний решил создадим человека схему там разговаривал да мы об этом поговорим в другой раз вот дальше мы говорим вот то что сказано что и поддерживаешь ты во мне существование души вот что это такое за процесс до что такое существование существование души то мы можем увидеть что душа она состоит из чего это есть у человека разум это есть у человека эмоции есть у человека жизненность какая-то жизненная энергия витальная душа то что называется выше когда витальная душа выходит тело уже не двигается например если у меня там эмоции как-то загасли тело движется все равно если я абсолютно неразумный тело движется все равно то есть это как бы одна душа но разные ее грани есть есть как бы разум есть то как я чувствую переживаю я боюсь или я уверен мне грустно или мне весело внутреннее состояние да и она не всегда зависит от моего разума то есть мы можем видеть что еще и внутри человека есть какие-то тоже такие разные моменты вот и как эта формула работает что человек разумный разумный да он учит тору и молится богу вот и голова голова она формирует разум формирует мышление да а потом это мышление формирует чувство и разум то есть видите все очень просто когда человек вот вдруг узнает вот то что я делал и любил оказывается всевышний это ненавидит но как можно прочувствовать если ты принимаешь ты хочешь как бы угодить богу ты понимаешь что тебе это выгодно потому что иначе ну ты попал иначе тебе и хочется и ты должен это сделать и ты начинаешь работать над собой и если ты приложишь какое-то усилие завтра то что ты любил и сможешь ненавидеть то зачем ты бегал и гонялся ты будешь проходить отворачивать лицо но будет тебе дурно пахнуть вот как всевышний говорит что я отворачиваю лицо свое от вас мэрием призрена на светлым лицом своего братья на нас внимание а там пророки или я отворачиваю свое лицо чего ваши грехи смердят как вот и неприятно даже поэтому когда человек так понимает то он начинает работать у него меняется чувство то что вчера любил сегодня начинает ненавидеть это вполне возможно но это реальная работа над собой то есть это может сделать человек разумный который понимает что это и богу угодно потому что это есть его воля так все мироздание устроено и мне это выгодно потому что иначе у меня нет другого выхода иначе это то же самое что рыбка сказала бы я не хочу жить в море я хочу жить на суше ну там тигры же живут на суше и я хочу и рыбак сказал хорошо на иди поживи поживи на суше так и человек говорит а я хочу жить как я хочу почему все что попробуй ты поживешь как вот рыбка на суше да она дергается подпрыгивает да вот и поэтому когда человек мы сейчас заварим процесс да как какие методы как сделать чтобы вот это вот природная наклонность чтобы она сошла на нет человек может это сделать усилием своей воли если он правильно понимает откуда он черпает силу а сила приходит от торы авторе есть все и как воспитать детей как наладить с ними отношения и как найти мир в своей душе и как зарабатывать деньги и как это все чтобы был какая-то гармония это не не так просто но есть путь по которым будет это и есть божественный путь это есть то что было призвание авраама что всевышний сказал ты научишь потомство ходить путями бога делать суд и справедливость вот и потом человек вот выбирает но не нарушать запреты до этого выбор нарушать или не нарушать запретать бога и делать добро окружающим или не делать его или в каком количестве делать вот и всевышний дает ему на это силу я по-моему говорил альтеры бы просто описывать физиологический процесс потому что мы сказали сейчас духовные дисциплины но как психологи да не всегда уже придумали название всем гормонам то гормон роста то гормон удовольствия тот гормон ожидания удовольствия слышали когда-то кто-то может психологию что есть такой гормон ожидание удовольствия да и человек уже получает удовольствие только когда он ожидает удовольствие даже еще его не дождавшись да он уже получает это гормоны это на физиологическом уровне работает вот так альтеры бы описывает смотрите мы говорим что есть разум есть сердце да и говорим что душа она в крови и он описывает процесс что когда ты слушаешь штору то освещается как вода в крови же есть вода то освещается твоя кровь кровь попадает в левый желудочек сердца и оттуда она разгоняется по всему телу и получается вот эта освещенная от торы твоя кровь она наполняет твои руки твои ноги ну и другие части твоего тела то меняется дисциплина человека на физиологическом уровне и это все дал выбор человеку поэтому и сказано душа чиста он свое сделал вдохнул в тебя и поддерживает твой выбор поддерживает да или он доволен тобой или он ждет когда он станет доволен тобой вот примерно так вот поэтому наши мудрецы и говорят что ведут человека так как он хочет идти выше по большому счету ну всевышний не будет насильно вмешиваться в твою историю вот это можно немножко сравнить вы знаете как есть вот мы недавно обсуждали там проблему разрешения наркотиков легализации и ежеда есть человек когда он употребляет когда он употребляет это одно но когда он начинает распространять это другое и так откуда берется наказание вот почему если всевышний ждет твоего выбора то почему есть наказание потому что иногда человек переходит такую грань что он уже не просто вредит себе а он уже начинает вредить окружающим заражать мир в котором он живет тогда такого человека надо остановить когда наркоман начинает вовлекать других людей в наркотики ну распространять наркотики его надо остановить его надо закрыть его надо обезвредить от общества правильно же вот и точно такие же процессы работают но они работают так во всем когда человек начинает разрушать мир да вредить другим то тогда приходит наказание но сказано что ввиду человека так как он готов идти вот и поэтому в еврейском народе не верят в эту идею первородного греха почему то потому что все расписано да а во что верят еврейские люди они верят в свободу выбора и за свою ответственность за принятый выбор вот про это говорит вся тора твоя ответственность ты должен сделать выбор в какое время ты это сделаешь как ты это сделаешь это уже личностный фактор для каждого вот поэтому будьте здоровы думайте принимайте решения и живите с богом